Всем привет! Сегодня будет обзор пастели Фейбер Касл. Начинаю я работать на желтой бумаге, на светло-желтой бумаге Палацу. Светлая она неспроста, потому что после тактильного, скажем так, взаимодействия с пастелью, я понимал, что она не будет очень хорошо наноситься, а будет наноситься какими-то лоскутками, хлопьями. И скорее всего это значит, что светлые цвета мелков будут достаточно слабые, прозрачные, и им нужна поддержка снизу, то бишь светлой бумаги. Поэтому первый рисунок я выполняю на светлой бумаге, не спешу, наношу тонкими слоями, ну точнее не то чтобы тонкими, а как бы толстыми особо и не нанесешь эту пастель. Первое впечатление от этой пастели таково, что как будто она скользит по бумаге, связующая сильно впитывается быстро достаточно, делает скользким поверхность. И следующие слои нанести крайне тяжело. Лучше наносить бочком, создавая всякие такие интересные размазы, мутные штучки. Это у нее получается хорошо. И вообще, если слоев много, этой пастели она достаточно мутная, признак пленочки восковой сверху. В этом плане она не сильна, когда много слоев, это не ее. Поэтому работая этой пастелью, желательно сразу продумывать цветовую гамму, в которой будем работать, не намешивать много цветов и более-менее наносить сразу, наверное, чистый цвет. Далее я выполняю рисунок в скетчбуке Фалафель, скетчбук для пастели. У него уже фактура поинтереснее, чем у бумаги Палаццо. Она более шершавенькая, более приемистая. То есть в этот шершавый абразив бумаги хорошо набивается пигментик. Но вот, допустим, мы видим, что светлые мелки, опять же, не очень на уже темной условной бумаге. Пускай она красная, но по тону она достаточно темная. То есть бумага снизу светится, поддержки никакой нет. Кое-где я нанес белым маркером условно световые зоны, но больше для какого-то, наверное, эксперимента. Темные мелки, в принципе, работают неплохо. То есть первый проход, второй проходят нормально. Нормально. То есть цвет, какой пигмент достаточно яркий, появляется что-то еще. Но в то же время, допустим, вот красный амбар на рисунке. Я, если возьму сейчас красный мелок, он не выделится. И он и не выделился. То есть я взял уже потом розовый светлый и не стал красным. Можно сказать, ну, конечно, ведь это красная на красном, как же она выделится? Нет. Если бы я взял, к примеру, мунгио, сенелье, все бы там пигмент был, прямо сверкал бы. Даже красная на красном. Но не здесь. Светится. Светлые мелки светятся снизу. Окей. Попробовали на этом блокноте. Теперь для сравнения, на этом же блокноте я беру мелки мунгио и выделяю световые зоны. Для сравнения, чтобы видно было, насколько это ярче получается. То есть, насколько вот укрывистая пастель сразу дает какие-то мощные вещи. И, соответственно, эти мощные вещи, в каком-то смысле слова, недоступны для Фейбер Кассел. В этом плане эта пастель Фейбер Кассел очень слабая. И, в принципе, честно сказать, не могу сказать, что она как-то мне понравилась. И что я буду ее покупать и буду ей работать. Но что-то в ней свое есть. Она очень жирненькая. Пигмент, который остается после впитывания связующего, похож на пластилин. И первые ощущения, что это вообще полный отстой. Но на самом деле можно и работать. Пробую что-то еще делать, понимая, что сильно я уже из этого рисунка не выжму. То есть, слоев много не примет. Довожу кое-где мунгио. Больше для какой-то наглядности. То есть, у меня нет задачи сделать какой-то шикарный, идеальный рисунок. Есть задача выяснить, на что способна эта пастель. В том числе на сравнении с другой. По-прежнему добавляю где-то мазочки мунгио. Мунгио, естественно, прекрасно ложится. Дает очень мощные светоносные цветовые пятна. Все хорошо. То есть, отлично. Но, все-таки, история с Фейбер Кассел не до конца раскрыта. Нужно попробовать еще какую-нибудь бумагу, на которую я, собственно, с самого начала возлагал основные надежды. Хотя я ею пользуюсь крайне редко. Но понимал, что именно для Фейбер Кассел это будет, скорее всего, самое оно. Я снова беру только набор Фейбер Кассел. Разрешаю себе использовать черный карандаш в этом рисунке. И, возможно, кое-где белила, только белила мунгио, чтобы помочь этой пастели. Начинаю работать на бумаге Фабриана. У нее есть фактура. Что это значит? Что часть листа выпуклая, а часть вогнутая. И вот на вогнутую часть, условно, растиранием я наношу пигмент. Ну, то есть, как бы растиранием пигмент наносится везде. Но, в частности, хорошо забиваются, условно, скажем, дырочки вот эти. И нанеся потом, я уже начинаю в растир бочком наносить мелками сверху более жирные. Как бы, ну, так, чтобы только верхние пупырышки цеплялись. К чему это рассказываю? Потому что сейчас вы видите более-менее подготовленный под это действие лист. Чуть-чуть я с него еще счищу лишнее лезвием после нанесения. И потом нанесу сверху. То есть, на словах это звучит мудрёно. И это показывать сложно и долго. Поэтому я даже не пытаюсь здесь как-то рассказывать об этой технике. Просто говорю, что после долгих манипуляций, и, ну, относительно долгих в течение двух часов с этой бумагой, я кое-чего добился. И получается, что алгоритм простой. Наносим чуть-чуть, где-то делаем более-менее размазанное, или полутонкие слои тени, или что-то еще. А потом уже жирными намазами бочком, или же тычком прямым мелка, наносим там, где нужно пожирнее. Но так как плановость может нарушаться, если мы будем везде жирно наносить, то это нужно очень сильно контролировать. И поэтому задние планы, чтобы ослабить по насыщенности, я сначала счистил лезвием, потом стал наносить в таком ключе. И мы видим, что на камнях в притирочку идет пигмент, на средних планах на сером камне уже поплотнее, а на переднем плане мощные тычочки, масляные пастели, Фейбер Касл. На этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал. Пока.